Добрый день, с вами Лилия Донскова. Сегодня научимся с вами создавать страничку ВКонтакте. Если у вас уже когда-то была страничка ВКонтакте, вам уже проще. Если вы первый раз в этой социальной сети, то к ней нужно будет немножко привыкнуть. Итак, начнем. Добавляете новую вкладку пустую и в поисковое поле вбиваете две буквы ВК. Выбираете то, что предлагает система ВК-вход. Первую вкладочку можно взять ВК ВКонтакте и нажимаете регистрация. Зарегистрироваться. Начинаем регистрацию. Пишем реальное имя и фамилию. Нажимаем зарегистрироваться. Ребята, каждому, обязательно каждому аккаунту ВКонтакте нужна сим-карта. Если для других социальных сетей может подойти сайт SMSREG, где вы можете купить виртуальный номер, то ВКонтакте я вам рекомендую обязательно использовать реальную сим-карту, на которую придет пароль. Потому что ВКонтакте очень часто морозит и разблокировать можно только через пароль, который приходит на телефон, привязанный к каждому аккаунту. Итак, находим сим-карту свободную, которая ни разу не использовалась для ВКонтакте. Вбиваем номер и нажимаем сообщение «Получить код». Придем телефон, код подтверждения. Получаем код. Вводим его в специальную строчку. И нажимаем «Отправить код». Нужно придумать пароль. Придумайте, сразу запишите. Пароль рекомендую везде ставить одинаковый, чтобы потом не путаться. В любом случае записывайте. Далее, здесь выбираем «Страна школы», «Город школы» можете выбрать. По желанию заполняете контактные данные. Можно пропустить. Вуз можно пропустить. Перейти на мою страничку. То есть по желанию, хотите заполняете, хотите не заполняете. Можете потом заполнить, редактировать всю информацию. Сейчас нам нужно будет с вами поставить фотографию. Фотографии готовьте заранее. Ребята, я вам рекомендую создать файл. И туда складывать хорошие фотографии, которые вы потом будете использовать на аватарках. Потому что создавать будете много страничек. Будете много создавать блогов, сайтов. Всему научитесь постепенно. Поэтому классные самые фоточки сразу складывайте, чтобы потом не рыться, не искать. Выбрали фотографию. Сохранили. Сохранили. Все, фотография загрузилась. Далее, что нужно сделать? Наполнить немножечко страничку, чтобы она была интересной. Поставить статус. Добавить какие-то картиночки интересные. И загрузить фотографии для работы. То есть создать дневник успеха. Как его создавать? Есть два варианта. Первое. Взять то, что я вам приложила к этому уроку. Файлик скачать. И себе догрузить фотографии. Можно свои фотографии найти. Для этого открываете новую вкладку. Нажимаете. Картинки. Дневник успеха. Поиск. И вот вам предлагают картиночки. Смотрите. То, что вам нравится. Вы себе выбираете. И подгружаете. То есть обязательно фотографию нужно развернуть. Потому что если она не развернутая, а маленькая, то она и сохранится маленькая. Будет такая невидная совершенно. Выбираете то, что вам нравится. Правой кнопочкой мышки нажимаете. Выбираете сохранить картинку как. И вам предлагают выбрать место, куда сохранить. Я создала папку отдельную в документах. Назвала ее 3D интернет. И здесь вы видите, у меня очень много папок разных. У вас начнется с первой папки. По свободному полю правой кнопочкой мышки нажали. Выбрали создать. Создать папку. Появляется пустая папка. Назовите ее фото для контакта. Или для дневника. Сохранили. Теперь вот эта фотография у нас должна будет переместиться в фото для дневника. Вы всегда наверху можете отследить путь, куда сохраняются все ваши картинки. Выбрали одну. Выбрали еще одну. Сохранили. Можно их подписывать, кстати, картинки. Мне очень нравится, где Роберт Киосаки на картинках. Сохранили. Я вам для примера несколько штучек сохраню, больше не буду. Возвращаемся к нашу страничку ВКонтакте. Выбираете с левой стороны мои фотографии. Далее, добавить новые фотографии. И выбираем новые фотографии. То есть он может сразу открыть этот путь показателем. А может надо будет поискать. То есть нажать сначала 3D интернет, потом открыть фото для дневника. И нажать открыть. Фотографии можете выбирать по одной. Можно все сразу. Выделить и открыть. Ждем, когда загрузятся все фотографии. Ребята, чтобы фотография еще больше приносила пользы, нужно каждой фотографии добавить описание. Это описание вы можете взять на нашем сайте. То есть это может быть шаблон для объявлений. То есть любое сообщение, которое вам нравится, вы можете скопировать и использовать его для своего наполнения странички. Ссылочку на этот сайт я вам тоже отправлю. И добавляем описание. Раз. Можно везде одинаковые поставить, можно везде разные. Потом вы создадите собственный блок. Можно будет добавить ссылку на блок, чтобы люди переходили сразу по вашей ссылке и уже попадали на ваш информационный блок, знакомились с информацией, смотрели, как это все работает. Поначалу много табличек выскакивает, просто их закрываете и все. Итак, мы подгрузили фотографии. Ребята, тут стену можно почистить, лишнее можно оставить. Я обычно в настройках ставлю, чтобы мне на стене никто ничего не добавлял. То есть нажимаете «Мои настройки». Здесь перечень ссылочек, которые вы хотите видеть, настройки страницы. Вот тут, допустим, скрывать блок от подарков, показывать только мои записи, отключить комментирование записей. Это нам не нужно, а вот показывать только мои записи, это можно. Здесь просмотрите все настройки. Все устраивает. Отлично. Возвращаемся на нашу страничку. Теперь нам нужно поставить статус. То же самое в поиск добавляем. Также добавляем в поиск «Бизнес», «Цитаты». И вот нам предлагается «Бизнес-цитатник». Вы можете любой открывать, цитаты «Афоризмы» и подыскать себе что-то интересное, для того, чтобы привлечь внимание к вашему блогу. Ну, допустим, «Измени мышление и изменишь свою жизнь». Супер. Ярко, эффектно. Нажимаете «Изменить статус», вставляете этот статус, потом сюда же поставите свою ссылочку на блог, когда его сделаете. Нажимаете «Сохранить». Все у нас работает. Рассказывает друзьям. Когда вы будете добавлять какие-то новости на свою стену, и можно это делать достаточно часто, чтобы привлекать к себе внимание, вы просто нажимаете «Добавить запись», «Прикрепить». Можете здесь прикреплять еще какие-то фотографии. То есть загружать фотографии из других папок. Новенькое что-то будете находить. Какие-то картинки интересные, привлекательные. То есть все, что вы будете здесь отображать, оно будет сохраняться. Нажать «Отправить». И это будет привлекать внимание. Можно также дополнить. Взять первое предложение. Хочу предложить вам информацию для размышления. Вставляете сюда. Сохраняете. То есть будет не просто картинка, а будет еще призыв к действию. Чтобы писали лично, в личку писали. Или здесь обычно еще пишут. Ставьте плюсики, я вам пришлю информацию в личку. То есть человек требует меньше действий. Или там поставьте три пятерочки, я вам пришлю информацию. Или напишите электронную почту, я вам пришлю информацию. То есть любая зацепка, чтобы люди начали с вами общаться. Кому-то плюсик поставить несложно. И с этого может начаться великолепное общение, отношение, дружба и партнерство. Самое главное, чтобы человек понял, что здесь нужно что-то конкретно сделать. Я вам рекомендую создать 2-3 странички для работы ВКонтакте. Ребята, никогда не смешивайте бизнес-странички и продуктовые странички. Если вы хотите создать страницу, наполненную продукцией, предложением купить, хотите сформировать свою клиентскую базу через ВКонтакте, то это должна быть отдельная совершенно страничка. Об этом мы с вами тоже поговорим в другом видео. Спасибо за внимание, успехов вам, всего доброго, до встречи. Пока-пока.